Здравствуйте, меня зовут Александра Анисимова, я куратор выставки Москва-Наума Грановского 1920-1980-е. Сегодня на нашей экскурсии мы поговорим о творчестве одного из самых выдающихся советских фотографов Наума Грановского и также о важных этапах его биографии. Московский летописец, главный архитектурный фотограф СССР, так называли Грановского уже его современники, его коллеги. А начиналось все следующим образом. В 16 лет юный Грановский перебирается из небольшого городка в Украине, где он родился, в расцветающую столицу будущего социалистического государства, Москву, которая с конца 20-х годов переживает свою первую реконструкцию. Что любопытно, сам Наум Грановский начинает обращать внимание не на новую архитектуру, которая появляется, не на расцветающие улицы и площади. Грановский начинает фиксировать старую, уходящую Москву 20-30-х годов, на которую, в общем-то, практически никто не обращает внимания. И да, поскольку стояла совершенно другая задача — ловить моменты, да, новой появляющейся архитектуры. Но Наум Грановский, и этим он очень ценен для нас сегодня, оставляет в своем архиве ту самую уходящую Москву 20-30-х годов. Впоследствии он будет возвращаться на те же улицы и площади и выстраивать свои циклы «Москва старая и новая», которые будут печататься в почтовых открытках, да, и где будут сравниваться на фоне вместе фотографий, которые Грановский сделал в 20-е годы и впоследствии в 50-е или 60-е. Перед вами как раз один из классических примеров, которые вошли в цикл тех самых открыток сравнений «Москва старая и новая» 20-х-60-х годов. Перед вами две работы, которые были сделаны Грановским с одной и той же точкой съемки, но за разный промежуток времени. Сегодня, я думаю, что каждый из вас легко догадается, это место мы знаем как площадь трех вокзалов. Но еще в 20-е годы, это как раз то, о чем мы говорили ранее. Грановский запечатлел, да, ту самую такую еще суетливую купеческую Москву, да, мы видим, что практически еще нет дорог, да, мы видим повозки с лошадьми, мы видим совершенно другой быт, такой суетливый, но тем не менее, да, в рамках сегодняшнего дня старой ушедшей Москвы. И рядом, да, точно так же снятый с высотной точки съемки, практически с того же ракурса, фотография, уже сделанная в 60-е годы. Что любопытно для нас сегодня, так это то, что Грановский сам, как автор для выставок, которые происходили еще при жизни самого фотографа, он отбирал именно эти работы, которые, в общем-то, и составили его славу, как летописцы московского. Это фотографии 20-х-30-х годов, та самая, да, старая Москва уходящая, о которой мы говорили, и это в основном работы 40-х и ранних 50-х годов, в общем-то, расцвет архитектуры сталинского вампира. Но согласитесь, да, Грановский оставил для нас большое наследие. Вы только представьте себе, насколько этот автор, я напомню, это был не московский фотограф, да, который был рожден совершенно в другом городе, чье детство, в общем-то, сложилось в других декорациях. Так вот, Грановский, снимая Москву с 20-х по 80-е годы, да, фактически посвящает этому делу всю свою жизнь. Но так получилось, что в тот период, когда, да, пришелся такой выставочный расцвет самого Грановского, как раз самыми лучшими, да, его работами, которые составили его славу, были фотографии, сделанные им до середины 50-х годов. Согласитесь, что, да, не совсем справедливо отрезать и не показывать оставшийся цикл его фотографий, которые были сделаны, в общем-то, за тоже достаточно внушительный промежуток времени, конца 50-х и вплоть до 80-х годов. Это тот самый модернизм в рамках такого небольшого, да, нашего творческого круга в центре фотографии. Этот отрезок творчества Грановского мы называем непоказанным, да, или вновь найденным. И действительно, выставка, которая, да, открылась к юбилею автора, на самом деле разделена на два зала. В первом зале как раз мы собрали самые выдающиеся работы Наума Грановского, а вот во втором, в большом зале, в котором мы сейчас с вами находимся, да, мы переходим вот от таких классических, самых узнаваемых работ Наума Грановского к тем самым, так называемым, да, новым, непоказанным авторским работам периода советского модернизма. Советский модернизм начинается с 1955 года, а именно с постановления Хрущева об архитектурных излишествах, которые он принимает в 1956 году. Существует легенда, согласно которой Хрущев присутствовал как раз на этапе строительства гостиницы Ленинграда, которая как раз является одной из семи сталинских высоток, и в какой-то момент, да, как раз уже с наступлением эпохи оттепели, он вдруг ужасается мыслью о том, что в нашем городе, да, появилось так много дворцов, и так мало внимания уделяется жилищному строительству, что люди живут до сих пор в бараках, и действительно, уже с конца 50-х годов активно начинает появляться жилищное строительство, причем его уклон делается, с одной стороны, на его массовость, да, и, конечно, второй важнейшей чертой нового типа жилищного строительства является его дешевизна. Если говорить точнее, да, то для того, чтобы поставить массовое жилищное строительство на его поток, да, на ту самую массовость, было принято решение о закупке специальных заводов, которые, в общем-то, да, промышляли строительство железобетонных конструкций. И рядом со мной находятся как раз несколько работ, посвященные, да, появлению первому экспериментальному жилищному строительству в Москве, а именно девятому микрорайону новых черемушек. Известно, что главной задачей Хрущева, да, для нового экспериментального типа жилья стояло следующее. Насколько это возможно, максимальный уход от коммунального проживания к следующему принципу – отдельный тип квартиры для каждой семьи. Сейчас довольно сложно представить, особенно в условиях того, что многим, да, тем, кто уже не первых десяток лет видит хрущевки в Москве, для многих это жилье является чем-то обыденным, да, привычным, но только представьте, что в эпоху оттепеля это жилье действительно было долгожданным, причем долгожданным настолько, что Дмитрий Шестакович посвящает целую оперету, которая называлась «Москва-черемушки», да, и, собственно, ее повествование разворачивается как раз в условиях появления того самого нового типа жилья для советских граждан. Причем Хрущев настолько гордился, да, этой новой архитектурой, что когда потихонечку начал подниматься железный занавес, да, появилось сообщение между союзным государством и зарубежными странами, приезжали целые делегации, которым Хрущев показывал, да, что у нас появился новый тип жилья, появилась новая архитектура, и, действительно, 9-й микрорайон новых черемушек был образцован для своего времени. Но, к сожалению, на сегодняшний день существует проблема с наследием модернизма, а именно, да, так или иначе, в ряде случаев принимается решение об отказе в присвоении статуса объекта архитектурного наследия, да, ряду образцов архитектуры модернизма. И вот как раз в случае с новыми черемушками появилась следующая проблема, что в присвоении этого статуса было отказано, и в качестве причины было названо то, что сегодня, да, эта архитектура является слишком типовой. Эта проблема вполне закономерна, поскольку, когда новая архитектура появлялась, да, в 60-е годы, в принципе, сами архитекторы не задумывались о том, что с этими домами будет происходить дальше, да, там, 20-30-40 лет спустя. И, конечно, никто не мог подумать о том, что это наследие дойдет и до, да, 21 века. Важно понимать, что эта архитектура, да, потому и называлась массовым жилищным строительством, поскольку, с одной стороны, застройка шла повсеместно, и с другой стороны, предполагалось, что эта архитектура носит чисто функциональный характер, да, там вырастают новые поколения, новые ячейки общества, происходит, да, некоторая смена, и фактически вместе с этой сменой поколений предполагалось, что здания тоже будут сноситься, будут появляться новые постройки, но получилось то, что получилось, да, многие хрущевки, мы знаем, дошли до нас и сегодня, и, к счастью, несмотря на отсутствие охранного статуса, у нас есть возможность посмотреть на то, как новые черемушки выглядели на период своего появления только в Москве, да, и мы можем сравнить их внешний вид и состояние в сегодняшнем дне, в 21 веке. Еще одним образцом архитектуры модернизма является Калининский проспект. Сегодня мы знаем его как Новый Арбат. Любопытно то, что здесь сложно выделить какую-то отдельную архитектурную постройку, поскольку речь идет о застройке целого проспекта. Здесь модернизмом пропитано практически все. Это и дома книжки на Новом Арбате, это и один из самых больших в Европе на тот момент книжных магазинов, которые, к слову, да, и сейчас находятся в Москве. Это и крупнейший кинотеатр «Октябрь», который тоже, да, был построен в стиле архитектуры модернизма. Ценным для нас является также то, что Грановский запечатлел очень такую свойственную для своего времени праздничную иллюминацию. Вы видите, что на каждом из зданий, да, благодаря зажженным окнам, высвечивается по букве «СССР». Часто, да, эту подсветку как раз использовали в один из праздничных дней. Это так и была достаточно ежегодная традиция зажигать подобную праздничную иллюминацию. Еще одним примечательным фактором для нас является то, что Грановский на этой фотографии запечатлел ресторан «Арбат», который тоже был популярной туристической точкой как для советских граждан, так и для зарубежных приезжающих гостей. Благодаря Грановскому у нас есть возможность посмотреть на это здание не только снаружи, но и заглянуть и посмотреть, каким оно было внутри в 60-е годы. Гигантизм, который был свойственен архитектуре модернизма, выразился в интерьерах ресторана «Арбат». Обратите внимание на то, что рассадка предполагала вместимость на буквально 400-500 человек, при том, что на втором этаже были не только ресторанные столики, но и также было отведено специальное место для музыкантов. Любопытно то, что на момент строительства ресторан «Арбат» был крупнейшим в Европе и даже был занесен в Книгу рекордов Гиннеса. Но, к сожалению, уже ближе к современному дню на месте ресторана «Арбат» было открыто казино, да, ровно до той поры, когда оно стало запрещено в Москве, и в конце концов здание стало заброшенным, и на сегодняшний день мы считаем его утраченным. Одним из ярчайших представителей архитектуры модернизма является здание ТАСС. Его история является очень любопытной для нас сегодня, поскольку про здание ТАСС говорят, что его архитектура – это жертва цензуры. В чем же это проявилось? Дело в том, что на момент строительства здание ТАСС предполагалось, что по своему плану будет 26-этажным. Но как раз на момент строительства было принято решение урезать высоту здания ровно в половину до 13 этажей, и в конечном счете оно было урезано до 9 этажей, каким мы знаем его сегодня. Произошло это по причине того, что как раз к моменту закладки фундамента уже было завершено строительство нового арбата, о котором мы говорили ранее. И действительно, когда была видна полная картина проспекта, стало ясно, что та самая новая модернистская архитектура настолько вытеснила историческую часть города, что это стало просто недопустимым с той территорией, на которой предполагалось строительство здания ТАСС. Именно поэтому вместо небоскреба планируемого 26-этажного, в конечном счете здание настолько уменьшается, чтобы максимально возможным образом вписать его в уже существующую историческую застройку. Обратите внимание на то, что на само здание наложены специальные панели, которые создают иллюзию того, что здание является четырехэтажным. Разумеется, эта иллюзия сделана намеренно как раз для того, чтобы, как мы уже говорили, вписать по своей высоте это здание в близлежащую застройку. К слову, архитектуру здания ТАСС называют также «говорящей». Связано это с тем, что как раз формы этих наложенных оконных панелей представляют собой так называемый круглый квадрат или телевизионный экран. Это очень удачная метафора, поскольку для советских граждан мы знаем, что телевизор являлся таким своеобразным окном в мир, точно так же, как и фотоагентство, которое находилось в этом здании, тоже являлось таким своеобразным источником информации для советских граждан. Одним из образцов архитектуры модернизма, если говорить о небоскребах, является здание негидропроекта. Любопытно то, что как раз это здание является очень характерным примером того, как сосуществовали вместе архитектуры модернизма в Америке, модернизм пришел туда сильно раньше, чем это произошло в Советском Союзе, и то, как в архитектуре небоскребов, опять же, выражался модернизм в Москве. Действительно, высотное 25-метровое здание негидропроекта можно с легкостью сравнить с высотными зданиями Сигрем Билдинг, либо Леверхаус в Нью-Йорке. И вторая причина, по которой для нас важно поговорить об архитектуре здания негидропроект, связана как раз с его состоянием на сегодняшний день. Думаю, что в том виде, в котором его запечатлел Грановский, немногие из вас угадают, да, собственно, что же это за здание и где оно располагается сегодня. Но если вспомнить о том, что на сегодняшний день фасад этого здания полностью закрыт рекламным счетовым компанией Samsung, то я думаю, что у многих из вас начнет в памяти всплывать, собственно, где же это здание сегодня находится. Очень важно говорить и об этом тоже, поскольку, да, мы помним, что действительно у наследия модернизма существует некоторая проблема с присвоением охранного статуса, и, глядя на эту работу, мы понимаем, что существует колоссальная разница между современным видом неохраняемого здания негидропроекта сегодня и тем видом, каким его запечатлел Грановский в 60-е годы. Пожалуй, одной из самых любопытных и неоднозначных построек, представленных на нашей выставке фотография Грановского, является здание гостиницы «Россия». Причем интересна и история появления этого здания, и также его последующая ликвидация. Обратите внимание, в первую очередь, на место расположения гостиницы «Россия». Мы видим, что она находилась в исторической части города, буквально у стен Кремля. Гостиницу «Россия» строили при Хрущеве, и история говорит нам о том, что именно в эпоху оттепели наконец появляется сообщение между советскими гражданами и зарубежными странами. Фактически, гостиница «Россия» была таким своеобразным пригласительным билетом для зарубежных гостей, поскольку при Хрущеве открытым также становится сам Кремль, появляется возможность просто прогуливаться, находиться в парках Кремля. И действительно, в конечном счете, когда гостиница появляется, она является настолько масштабной. Мы видим, что она состояла из четырех корпусов и, собственно, главной башни самой гостиницы. Она является настолько большой, что также выпадает в книгу рекордов Гиннесса. Но интересна история этой гостиницы, интересна для нас также тем, что была она построена в Зарядье на месте запланированной, но так и не построенной восьмой высотки. Мы знаем с вами и уже говорили сегодня об этом, что в Москве построено семь высотных зданий. Вот как раз на стилобате непостроенной высотки возвели гостиницу «Россия». Ее необычность для своего времени заключалась также в том, что доступ в саму гостиницу был не только у зарубежных гостей, проживающих в ней, но и также у советских граждан, поскольку внутри гостиницы находились также концертный зал, кинотеатр, магазины, рестораны. И обратите внимание на то, что благодаря Грановскому у нас есть возможность посмотреть на фасад гостиницы «Россия», в силу специфики работы у Грановского была возможность получить пропуск и в интерьеры гостиницы, но, к сожалению, в 70-х годах в гостинице случается пожар, и его последствия были настолько велики, что поддержать ее дальнейшее функционирование стало очень проблематичным. И уже ближе к современности было принято решение в конечном счете гостиницу ликвидировать. При том, что чисто технически мы понимаем, что убрать гостиницу довольно сложно в силу ее местонахождения, и, как рассказывают сами люди, которые были участниками этого процесса, гостиницу разбирали буквально по частям. Взрывать ее было нельзя. Наум Грановский как раз очень ценен для нас тем, что у нас есть возможность посмотреть на архитектуру того времени, архитектуру, только появившуюся глазами современника, человека, при котором эта архитектура и появлялась. У нас нет возможности сравнить поэтапно гостиницу «Россия», поскольку сегодня она утрачена, но мы знаем, что на ее месте был построен современный парк «Зарядье», и благодаря Грановскому у нас есть возможность эту цепочку восстановить от, соответственно, до заложенного фундамента стилобата «Непостроенной высотки», следом до появившейся гостиницы «Россия», и продолжить этот ряд до современного парка «Зарядье». Перед вами фотография гостиницы «Белград». Интересно она для нас, как минимум, по двум причинам. Во-первых, обратите внимание на симметрию, которую выдерживает Грановский, когда строит этот кадр. Это вообще одна из таких фирменных черт у Наума Грановского в процессе съемки. Он ищет такие локации, такие места, чтобы сделать геометрию внутри кадра максимально строгой и стройной. Обратите внимание на то, как удаляется линия проспекта, которые как раз обрамляют две башни гостиницы. Кроме того, для того, чтобы сделать этот кадр настолько выразительным, Грановский поднимается на верхние этажи здания МИДа и делает этот кадр с высотной точки съемки. Это тоже одна из уникальных возможностей, которая открывалась для Наума Грановского как у тассовского фотографа. С исторической точки зрения, эта архитектура для нас интересна в целом, если мы говорим о комплексе зданий гостиницы «Белград» и высотного здания МИДа. Обратите внимание на то, как оба здания существуют вместе внутри городского пространства. Мы видим, как образцовую архитектуру сталинского вампира обрамляют абсолютно симметрично две башни гостиницы «Белград». А теперь подумайте о том, что с наступлением эпохи Оттепеля действительно происходит сильное переключение в стилях архитектуры. Но важно учитывать то, что это изменение происходит, но архитекторы до того времени оставались прежними. А сейчас, глядя на настолько разную архитектуру, сложно себе представить, что в проектировании и строительстве высотного здания МИД участвовали те же люди, которые проектировали здание гостиницы «Белград». Зная контекст истории, мы учитываем то, что одни и те же люди работали с абсолютно противоположными архитектурными стилями. И это наглядно также демонстрируется, если мы смотрим в целом на проспект и видим то, как эти противоположные стили сосуществуют не только в проектах архитекторов, но и в реальности. Мы посмотрели лишь часть экспозиции «Москва» Наума Грановского, представленную в Центре фотографии. Специально к юбилейному году, 100 десятилетий со дня рождения автора, мы выпустили новую полную монографию «Москва» Наума Грановского 1920-1980. Здесь вы увидите не только те фотографии, которые представлены на выставке, но также и другие ранее не показанные работы автора. Спасибо, что были с нами. Следите за новостями на нашем сайте. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok